Приветствую вас и возможных вариантов на самом деле того, какую цель преследует мужчина, пытаясь с вами подсвекомиться, не так много. Вообще, либо человека действительно заинтересовало ваше профессиональное портфолио, это очень маловероятно, потому что слишком уж ситуация такая, знаете, довольно однозначно. Но, тем не менее, допускаешь, что такое действительно может быть, а человека действительно заинтересовало ваше портфолио, он захотел как-то вот с вами поработать. Но очень может быть, что так же вы привлекли его как женщина. И вот именно поэтому, потому что вы привлекли его как женщина, он с вами и пытается сблизиться. Пытается с вами пообщаться, пытается найти с вами общий язык работы, используя как, ну, как, если можно так выразиться, как плацгарм, для того, чтобы с вами было что-то общее у него. Значит, что касается его поведение, то, ну, знаете, один раз, вот, серьезность мужчины, да, вот вы сказали, что, посмотри, оценили его внешний вид, атрибуты его страницы, там, то есть, как бы, вы понимаете, что мужчина, ну, вроде бы достаточно респектабельный, серьезный, да, то есть не какой-то там непонятно кто, а именно бизнесмен и все. И вы понимаете, надеюсь, что, ну, в жизни всякое бывает. И даже у таких людей, как ваш мужчина, ну, я имею ввиду мужчина, про которого вы говорите, у него тоже в жизни может быть всякое. Поэтому, если это один раз произошло, ну, вот такая, слушаем, что поделать, тем более, что он объяснил, как обстоят дела и почему так вышло, то я думаю, что, как бы, один раз нельзя назвать непрофессиональным подобное поведение. Один раз нельзя назвать, ну, такое вот его отношение к вам. Вот больше одного раза, да, больше одного раза уже, конечно, это непрофессионально. А пока, ну, один раз, случайно, мало ли что бывает. Знаете, мужчине в любом случае еще один шанс? А если человек действительно хочет с вами поговорить, неважно о чем, он этим шансом воспользуется. Потому что если он вот тот, кого вы видели на странице в социальных сетях, если он тот действительно, то тогда он второго шанса за его не упустит. Если же он не тот, кем он представляется на просторах социальных сетей, тогда, соответственно, он даже с шансом не воспользуется, и это означает, что человек совсем не тот, которого вы себе представляли. Вот и все. То есть от вас требуется здесь, на самом-то деле, достаточно пассивное обнажение, достаточно пассивное поведение, связанное это пассивное поведение с тем, что просто дать возможность мужчине еще раз с вами встретиться. Вот и все. Но если он серьезный, такой серьезный, он сам понимает, что вот то, что получилось, это, ну, мягко говоря, некрасиво. Но на один раз это можно простить. Вот, в принципе, и все. Что касается вашего последнего изречения о том, что ознакомившись с вашим портфолио, он должен понимать, что работать вы на него не будете. Вот этот момент мне тоже показался очень интересным. Как я понял, мужчина бизнесмен, а вы владелец своей организации. То есть он занимает какую-то должность определенную, вы занимаете какую-то должность определенную. Возможно, мужчина считает, что может вас чем-то заинтересовать. Ну, как минимум, давайте подумаем о том, чтобы дать ему шанс. Ведь он же вас у вас не доставляет. Он же не... Как бы не тянет вас силком заключать с ним какой-то договор там или что-то еще. Нет. Выслушайте его, послушайте, что он хочет сказать, и тогда уже будете принимать решение. Но привести время, вот, значит, привести время на встречи с ним не так все плохо в мужской компании. А там только время покажет, как и чего действительно мужчина от вас хотел. Я думаю, что вы многое значение придаете тому, что человек хочет с вами провести время. То есть вы думаете, зачем, почему и так далее. Но я это вопрос, а почему вас это волнует? Может быть, вы и сами хотели бы встречаться с мужчиной и воспринимаете его, как у свой возможного партнера. Но при этом у вас требования достаточно высокие, и вы думаете, отвечает ли этим требованиям вот этот вот мужчина. Но вы не торопитесь, вы не спешите. Какой-нибудь мужчин совсем и не этим интересуется. Может быть, у него действительно есть к вам деловое предложение. Может быть, что-то еще. Но пока вы не попробуете, вы это не узнаете. И пока вы с ним не поговорите, вы тоже этого не узнаете. А если этого не сделаете, будете жалеть. Скорее всего. Тоже не самый лучший для вас вариант. По моему мнению. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!